Валюта. Спекулятивный инструмент с дурной славой. Назовем одно слово Форекс, и скорее всего вы представили брокер кухни, которые намеренно разоряют клиентов. Но так было 10 лет назад, а сейчас Форекс это просто обмен валют Foreign Exchange. Он чем-то похож на крипторынок, тут и круглосуточная торговля, и децентрализация, и даже токенизация валют. Мы расскажем об этом подробнее, но сначала поговорим об истории возникновения Форекса. На заре цивилизации люди проводили бартерные сделки. Обменивали один товар на другой. Но у бартера было три недостатка. Первый. Продовольственные товары портятся и теряют ценность. Второй. Ими трудно рассчитаться. Баранью тушу можно оценить в десятокуток по весу, но как измерить в баранах стоимость копья, одежды или глиняного кувшина. Третий. Значительный вес и объем. Вы вряд ли захотите ходить по рынку и выбирать кувшины с бараньей тушей на плеча. Из-за этих проблем около пяти тысяч лет назад люди начали использовать деньги. Крупные ракушки, плоские белые камни, шкуры небольших животных и костяные ножи. Тысячу лет спустя их заменили золото, серебро и медь. Изначально в ходу были самородки, фрагменты руды с вкраплением металла. Затем, в оборот вошли слитки прямоугольной формы. У них не было единого стандарта и поэтому торговцам приходилось носить с собой весы для проверки. Во втором тысячелетии до нашей эры появились первые регуляторы. Шумерские и древнеегипетские торговцы приносили драгоценные металлы государственным кузнецам, а те отливали слитки и ставили на них государственное клеймо. Это и есть серебряные таланты из Ветхого Завета. Объем слитков постепенно уменьшался, а размер и сложности клеймо росли. Такие слитки было удобно носить с собой и сложно подделать. В седьмом столетии до нашей эры правитель лидийского царства Алиад приказал отливать золотые диски и клеймить их с обеих сторон. Так появились привычные нам монеты. В течение следующих ста лет их стали использовать персы, греки и египтяне. Новые деньги получили название в честь римской богини Юноны-советчице, на латыни Юноны-монеты. По легенде, римляне обратились к ней за помощью во время войны с царем Пиром. Юнона ответила, сражайтесь честно, и у вас не будет недостатка в деньгах. Римляне одержали победу и обложили древнее пирское царство данью, из которой чеканили золотые монеты с изображением Юноны. Их было так много, что название монета стало нарицательным. За сто лет до нашей эры почти все крупные города древнего Рима чеканили собственные деньги. Местная финансовая система была очень запутанной. Стоимость одинаковых по весу монет могла отличаться в несколько раз, потому что одну сделали при хорошем императоре, а вторую при плохом. В ответ на это в римском обществе появились менщики, торговцы деньгами. Они покупали неходовые монеты и продавали их в других регионах. Эта деятельность была настолько популярной, что упоминалось в Евангелии в сцене изгнания торгующих из храма. В третьем столетии нашей эры римский император Диоклетиан провел финансовую реформу и ввел общеимперскую монету – золотой солид весом 4,5 грамма. Некоторое время соседние страны использовали римские деньги, но затем стали выпускать собственные. Так во Франции чеканили франки, в Византии – бизанты, в арабских странах – динары, а в Османской империи – султани. Потребность в деньгах постоянно росла, а золота на всех не хватало. В первом тысячелетии нашей эры почти все европейские страны начали делать серебряные и медные монеты. Но итальянские города-государства были настолько богаты, что продолжали выпускать дукаты и флорины из чистого золота. Итальянцы назвали свои монеты солдо, как римские солиды, а чужие – шуточным словом валери, то есть имеющие стоимость. Так и появился термин валюта – иностранные деньги. К 13 веку Италия стала центром банковской системы Европы. Итальянские финансисты инвестировали в мануфактуры, выдавали кредиты, принимали депозиты и обменивали деньги. Обменные операции обеспечивали треть прибыли банкиров, а их объединение называлось гильдией Минял-Арте-Дел-Камбио. В 16 веке Англия, Португалия, Голландия и Франция начали колонизацию Америки и Индии. В портовых городах появились товарные биржи, а возле них – банки и обменники. В то время курсы валют зависели только от двух параметров – содержание ценных металлов в монетах и соотношение стоимости золота к серебру. С одной стороны, это упрощало обмен монет из одного металла. С другой – вносило путаницу в курсы валют и открывало простор для спекуляций. В 1580 году капитан Фрэнсис Дрейк ограбил несколько испанских кораблей и привез в Англию 26 тонн серебра. На тот момент в королевстве ходили две монеты – золотая гинея и серебряный шиллинг. До экспедиции Сэра Дрейка английский банк давал 20 шиллингов за одну гинею. А после нее изменил курс до 21 шиллинга за гинею. В результате покупательная стоимость серебряных денег опустилась ниже стоимости серебра, из которого они сделаны. Голландские купцы придумали, как на этом заработать. Они покупали гинеи на местной бирже, обменивали их на шиллинги в Англии, а затем переплавляли и продавали серебро во Франции с прибылью от 5%. Англия пыталась бороться с перекупщиками, но безуспешно. Курс шиллингов упал до 30 монет за Гвинею. После потери части запасов серебра королевство начало регулировать обменные курсы. Тем временем в Швеции появились первые бумажные деньги. В 1661 году государство выпустило долговые бумаги, которые можно было обменивать на товары или монеты без участия юриста. До конца столетия собственные банкноты выпустили Массачусетская колония в США и Банк Англии. Последний использовал такие деньги из-за голландских махинаций с шиллингами. Вскоре купцы поняли, что носить бумаги удобнее, чем мешки с серебром. Банки России, Франции, Дании, Италии, Австрии тоже начали печатать банкноты с обеспечением в золоте и серебре. До начала 20 века курсы банкнот зависели от золотых запасов эмитентов. Первая мировая война сожгла значительную часть запасов золота. Европейцы выпускали деньги без обеспечения, чем вызвали инфляцию и мировой экономический кризис 1929 года. В 1944 году в США состоялась Бреттон-Вудская конференция. Представители 44 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда и принципах формирования обменных курсов. По сути, они назначили валюту США резервной и зафиксировали ее курс 35 долларов за унцию золота. Однако в скором времени доллар упал, а вместе с ним разрушилась и принятая валютная система. В 1976 году Международный валютный фонд создал новую финансовую систему с плавающими валютными курсами. Она называется Ямайской в честь государства, где подписано соглашение о ее принятии. Основной мировой валютой по-прежнему является доллар США. Однако стоимость валют стала определяться денежной массой в обороте, а также количеством товаров и услуг, которые за них можно купить. Например, евро и британский фунт стоят дороже доллара, а японские иены и китайские юани – дешевле. Дело в том, что эмиссия первых меньше, чем у валюты США, а вторых больше. После принятия ямайской финансовой системы валютный рынок стал таким, каким мы его знаем – с круглосуточной торговлей и постоянным изменением курсов. Через год после этого события суточный объем валютных операций в мире составил 5 миллиардов долларов, а к 2022 году увеличился в 2000 раз – до 10 триллионов долларов. Участники Форекс-рынка торгуют через посредников – банки и валютных брокеров, которые переводят валюты между счетами трейдеров. В основном они проводят спотовые сделки, то есть занимаются прямым обменом активов. У валют очень низкая волатильность. Цена меняется на 1% в сутки лишь несколько раз в месяц. Поэтому для спекуляций брокеры предоставляют производные торговые инструменты с плечом до 500x, фьючерсы и контракты на изменение цены актива. На крипторынке также появляются инструменты для торговли валютами. Некоторые платформы запускают торговые пары со стейблкойнами, а другие токенизируют национальные валюты, создают токены, цена которых соответствует стоимости фиатных валют в любой момент времени. Например, криптовирша Currency.com токенизировала доллар, евро, российский рубль и еще 13 локальных валют. Кроме привычных рынков, вроде евро к доллару и фунта стерлингов к рублю, на платформе представлены синтетические рынки. Датская крона к японской иене, австралийский доллар к гонконгскому и другие. В будние дни международный валютный рынок работает почти круглосуточно с 5-минутным перерывом в 22.00 по UTC. На выходных торговля останавливается полностью. Так работают крупные валютные брокеры. Токенизированные валюты на Currency.com торгуются по тому же расписанию. При сделках с ними пользователи платят только за использование левериджа. Размер комиссии зависит от популярности торгового рынка и текущего состояния рынка. Например, при покупке евро за доллары пользователь платит меньше 0,004%, а при покупке турецкой лиры за шведские кроны 0,4%. Максимальный размер левериджа на Currency.com зависит от ликвидности токенизированного актива. В рынках с долларом США, евро или британским фунтом доступен леверидж до 500х, а в рынках с мексиканским песо или гонконгским долларом до 200х. Почему стоит торговать валютами? Есть 4 причины. Первая причина – низкая волатильность. Валюта – единственный биржевый инструмент, при котором леверидж 50-х или даже сотых считается средним риском. Изменение курсов за сутки редко превышает 1%. Вторая причина – трендовость. Курсы валют отражают общее состояние экономики стран, которая плавно меняется на протяжении месяцев и даже лет. Долгосрочным инвесторам легче заметить подходящие моменты для входа и выхода из рынка. Третья причина – техническая база. Большинство инструментов теханализа, вроде трендов, индикаторов и волн Эллиота, разработаны для торговли на валютном рынке и показывают на лучшие результаты. Четвертая причина – предсказуемость рынка. Хотя торговля валютами идет круглосуточно, сессии внутри страны длятся около 8 часов. Локальные трейдеры часто отдают приказы за несколько минут до открытия или закрытия рынка. В результате на рынке появляются регулярные всплески объемов и волатильности. Например, в паре евро-доллар такое происходит ежедневно в 15.00 по UTC. Скальперы и внутридневные трейдеры могут использовать это явление для извлечения прибыли. Подведем итоги. Деньги – это универсальное средство обмена и торговый инструмент. Торговля на международном валютном рынке идет круглосуточно и прекращается только на 5 минут в сутки. Основной объем операций приходится на банки и форекс-брокеров. Однако инвесторы могут торговать токенизированными валютами на криптобиржах. Криптобиржа Currency.com токенизировала 16 фиатных валют. Пользователи могут торговать ими по расписанию крупных валютных брокеров и использовать леверидж до 500x. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А также регистрируйтесь на криптобирже Currency.com. Ссылка в описании. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok